по украине бродит призрак глобальной зрады такой глобальной измены большой великой измены причем он придуман на пустом месте но сегодня вот у меня буквально какие-то люди спрашивают журналисты одни вторые люди на улице спрашивают ну что все придется да придется соглашаться зеленский сейчас подпишет мир отдаст все земли значит наши украинские путину да все таки так все не смогли нам оружие же перестали давать сейчас перестают либо откуда это все сука взялось вот просто ужас понимаете я в шоке я понимаю что это российская пропаганда что это ребята умелые профессиональные закинули кучу поганок во все западные сми чтобы нас запугать таким способом но давайте верить хотя бы только официальным заявлением давайте послушаем хоть раз зеленский вообще за всю войну сказал что он готов отдавать какие территории хотя бы один раз хотя бы один раз да с чего кто и кто из чего взял что оказывается будут какие-то там эти самые переговоры с путина вот неужели такое вообще когда нибудь говорил зеленский перестаньте верить всякой ерунде давайте опираться на факты принято решение рнбо о том что это самое что запрещено вести переговоры с путь запрещено вести переговоры с путином зеленскому тоже запрещено это такая информационная атака войти и от объем все вместе общими усилиями информационной атаки присоединился тут я не подозреваю этого человека ни в коем случае работе на россии просто это все подливает масло в огонь присоединился президент объединенных арабских эмиратов который вчера сказал что он хочет организовать встречу зеленского и путина на климатической конференции он которая пройдет в дубае 30 ноября начинается в дубае 30 ноября по 12 декабря и вот президент объединенных арабских эмиратов мухаммед бен заед арина хаян сказал что давайте вот мы там встретим зеленского с путин он дал сообщил это кстати в интервью ливанской газете и прошло бы это может не замечено но у нас уже все забили панику все оказывается мы будем сливаться на климатическом саммите каком климатическом саммите что зеленский с путином будет говорить о том что что-то жарко сейчас или что-то холодно или прекратите вырубать наши деревья и прекратите взрывать наши гидроэлектростанции чтобы климат не портить ну серьезно ну что о чем это будут разговаривать климатическом саммите госдеп тоже в ответ говорит решение о возможной встрече с путиным должен принимать президент зеленский нет уважаемый госдеп не может принимать зеленский такого решения потому что ему есть решение с нбо которое запрещает совет национальной безопасности обороны которые запрещают вести переговоры с путиным поэтому не может быть этой встречи извините уважаемый государственный департамент уважаемый мэтью миллер представитель государственного департамента который сказал следующее мы четко дали понять что когда речь идет об определении будущего украины то здесь в первую очередь решает киев это касается любых потенциальных переговоров да конечно любых только даже зеленский не может на них пойти просто по закону не может тут же миллер говорит зеленский уже давно в том числе еще до начала полномасштабной войны дал понять что открыт к разговорам с россией для москва будет уважать территориальную целостность и суверенитет украины так до давал до войны полномасштаб давал когда мариуполе не было тогда давал а после этого объяснил что взял обратно что не будет встречи с путином какой поэтому пусть он сам решает когда будет готов и когда они будут иметь такие разговоры никогда не они не будут иметь такие разговоры но препятствует дальше начинается правда откос депо и вообще такая знаете извините за выражение базовая база но препятствие всегда было остается то что путин не отказался от своих империалистических целей от своей веры в то что украина по его словам не является настоящей страной и не вывел свои войска за ее границы то есть путин не собирается никуда войска вводить о чем вообще говорить уважаемые президенты объединенных арабских эмиратов представители госдепа поэтому все как говорится разговоры только исключительно в пользу бедных но есть смешной и серьезно одновременно конечно же нюанс предположим уговорили все действительно зрадники оказались правы уговорили зеленского 30 ноября по 12 декабря приехать в эмираты встречаться с путиным на саммите по климату я не знаю что это будет обсуждать саммит по климаксу климакс путина обсуждать предположим знаете какой нюанс смешной рассказываю только путина не говорите вдруг он не знает значит объединенные арабские эмираты члены римского статута то есть 30 ноября по прибытии на переговоре с зеленским президент россии путин будет арестован и экстрадирован гаагу где будет отбывать срок который приговорят за кражу украинских детей за похищение детей торговлю детьми а вы как думали а что разве одно другое отменяет ну да мы тут приехали на переговоры но извините оказывается он уголовник тоже знал короче путина не говорите чтоб песков хорошо так что 30 ноября ждем хороших новостей поедет все прекратить панические настроения по поводу каких-то якобы переговоров и якобы соглашений нет не будет смотрел сейчас сеном вы думаете там какая картинка там это же картинка который видит американцы да значит первое там показано наше наступление подробно как люди едут на брэдли и журналист с ними едет в машине сопровождения брэдли как наступают как уничтожают россиян как захватывают во всех подробностях нет там никакой паники и второе там то что показывают по сейн панику в россии панику от взрыва в сергиевом посаде панику от пожара домодедово панику от того что жгут военкоматы там столько показали кадров как жгут военкоматы по всей россии так что панические настроения должны у россиян они у нас хотя конечно война продолжается и плохие новости поступают за сутки 6 человек я имею ввиду сейчас мирных граждан не только не тех кто на фронте 6 мирных граждан убиты россиянами 27 ранен атаковали россияне также нефтебазу вровенской области вот сегодня было сообщение что сбито семь из десяти беспилотников шахет которые летели на украину казалось бы хорошо но зараза те три которые не были сбиты какой-то из них или все три не знаю прилетели таки на эту нефтебазу вровенской области и причинили большую большую беду потому что нефтебаза в дубенщине разрушена полностью сгорела там 45 спасателей 14 техники пожарный поезд все это тушит тяжелая история тяжелая но в то же время давайте вспомним начало войны у нас каждый день такие новости каждый день горела нефтебаза горел нефтеперерабатывающий завод помните поскольку времени их тушили это было каждый день весь конец февраля 22 года и весь март 22 года но и апрель пожалуй тоже это было раз в день почему это было раз в день не потому что у россиян было больше ракет или дронов у нас было больше нефтебаз и нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас их не осталось. Поэтому да, минус одна нефтебаза это плохо, но это не нарушит наши возможности воевать. До этого они уничтожили всю нашу россиянию, перерабатывающую промышленность и все нефтебазы. Вот. Поэтому да, неприятно, но не смертельно. А мы отвечаем. Отвечаем. Мы ударили по Домодедову, как вы знаете. Мы что там горело в Домодедово, честно сказать, не знаю. Был большой пожар, но в этот раз россиянам удалось скрыть, что это, в отличие от вчерашних событий. Вчера днем ударили по Сергееву Посаду. Вот это был, конечно, серьезный удар. Сейчас там в России настоящая паника вокруг этой истории. Вот это паника, так паника. Там 12 пропавших без вести, двое погибших, десятки раненых. Разрушен действительно разрушен большой военный завод, который производил оптические прицелы, да еще и проектировал самолеты, которые невидимые самолеты стелс. Сейчас уже арестованы какие-то начальники цехов. Кто там только не арестован в России? ФСБ задержало того, арестовало этого. Несчастные люди. Их вообще арестовывают ни за что. Заметьте, да, вот сейчас начальник цеха пиротехники будет сидеть за то, что Россия пытается скрыть то, что это украинская армия уничтожила этот завод. Ну, а как они должны рассказывать, да, своему населению? Что это вот Украина так мочит под Москвой военные заводы, полностью их уничтожая одним беспилотником. За сегодняшнюю ночь 12 дронов мы выпустили по Севастополю, два по Москве. Поговаривают в России, как всегда, что они сбиты, но в Домодедово что-то жахнуло. Аэродромы Домодедово и Внуково были закрыты ночью опять, так что программа Невзорова, извините, я теперь буду так называть, я уже объяснял вчера, почему. Программа Невзорова по остановке воздушного транспорта на территории РФ, она, в общем, в действии она работает. Зачитаю вам парочку-троечку реакций российских пропагандистов. Итак, внимание. У нас что? Военные действия переместились на территорию России? Ау, Минобороны, вы где? Что происходит? Задает риторический вопрос российский пропагандист, политолог Владимир Лепехин. А вот его коллега, кремлевский политолог Сергей Марков. Он настроен не менее пессимистично. Значит, власти заявляют, что идут учения, но никто не верит, что это учения. Официальным сообщением, по сожалению, сейчас нет того уровня доверия, которое должно быть, которое было у сводок софт-информбюро. Или вот вам следующее. Тина Канделаки. Тина Канделаки, это звезда. Она была, не знаю, кем она была, но точно, что она была и сейчас, может быть, является директором спортивного канала Газпрома. И вот она заявляет следующее в своем Твиттере, Шмидтере, не знаю где. Теперь это наша новая реальность. Сколько регионов будет в следующую атаку? У Минобороны есть план защиты наших городов? Кто-то готов дать гарантии безопасности нашим людям в панике спрашивать Канделаки? Вот я бы зачитал специально вот эти три реакции. Целых три, не одну. Знаете, зачем? Здесь есть один нюанс. Я вас слегка обману. Слегка. В каком смысле? Все эти реакции настоящие. Все они действительно опубликованы в один день, но опубликованы они 20 какого-то там февраля. Не сегодня, а в феврале они опубликованы. Все эти слова. После первой массированной атаки украинских беспилотников на Россию. И вот заметьте, прошло полгода, а ведь тогда я, YouTube не даст соврать, можете проверить в архиве, тогда я ответил Тине Канделаки. Ну, заочно, конечно. Я сказал да на ее риторический вопрос, что это теперь наша новая реальность. Я ответил да, теперь это ваша новая реальность. У нас война. И за год войны, тогда был год в феврале, за год войны мы научились делать беспилотники. Мы будем бить по всем вашим военным объектам, во всех ваших городах, во всех городах России. Да, это ваша новая реальность. Почему вы удивляетесь? А как вы думали? А как вы собирались воевать? Только на территории Украины, что вы? Издеваетесь, что ли? Ну, конечно, это ваша новая реальность. Ответил я полгода назад. И заметьте, сейчас Тина Канделаки не возмущается, не спрашивает, является ли это новой реальностью. Вот этот Марков, Сергей Марков, больше не говорит, что по его ощущениям говорят неправду и никто не верит. Когда рассказывают про Сергею в посад. Тут я цитировал, конечно, его про какой-то другой взрыв. Ну и на риторический вопрос Лепюхина, а что, военные действия переместились на территорию России? Тоже ответа нет, потому что ответ очевиден. Да, переместились военные действия по территории России. Приятно, что, в общем, этим пропагандистам уже даже не, ну, у них даже исчезли эмоции по этому поводу. Они воспринимают как такую новую реальность. Права была вот Тина Канделаки, прозорливая женщина. Заранее, за полгода до, прочувствовала, что это будет новая реальность. Будем ждать новых красивых ударов. Кстати, по поводу удара по Сергею посаду вчера услышал некие сентенции российских либералов. Как всегда, я слушаю их. Ну, слушаю их, потому что люди умные, что поделать. Но иногда вот такие, не совсем, ну, в общем, можно осторожно сказать, не совсем корректно по отношению к Украине выражаются. Бывают такие случаи, когда говорит один человек, например, вот удары возмездия Украины, ну и дальше что-то такое. Ну, это выглядел, что я понимаю, что украинцы имеют право на эти удары возмездия. То есть он в положительном смысле про Украину говорит, как раз таки, в положительном контексте. Но я все равно хочу это поправить. Это не удары возмездия. Это Россия занимается ударами возмездия пожилым кварталам. Удары возмездия, если они нам пожилому кварталу и мы им пожилому кварталу. Они в Покровске убивают 7-9 человек, ранят десятки людей в жилом доме. Они вчера в Запорожье убивают людей в своих собственных домах. Но мы же не наносим удары по их домам. Поэтому это не удары возмездия, это война. Мы бьем по военным объектам. Мы разрушаем их армию, их военную промышленность. Нет тут ничего, ни от каких ударов возмездия. Могу только лишний раз напомнить, что работники военных заводов, которые погибли на военном заводе, они являются легитимной военной целью в момент, когда они находятся на военном заводе. Во время войны это так. Что поделать? Суровая правда. В войне. Удивительная новость пришла. Ну как удивительная? Знаете, если бы было мирное время, то может вы бы и не заметили. Так, в разделе курьезы. А сейчас у меня почему-то закрались подозрения. Новость, которую я вам расскажу, вы, наверное, слышали, а может не слышали, если не сильно интересуетесь мировой политикой. Но в Эквадоре убит кандидат в президенты Эквадора. До выборов в президенты Эквадора оставалось буквально две недели. И вот вчера в столице, по-моему, он убит. Убит Фернандо Виловиценсио. Фернандо Виловиценсио, кандидат в президенты Эквадора. Известный в Эквадоре человек. журналист оппозиционный, который разоблачал мафию, в том числе, если я правильно понимаю, наркомафию, и махинации вокруг нефтедобычи. Из-за того, что он занимался такой расследовательской журналистикой, он преследовался. Чем-то Навального напоминает докуда-то. Ну только докуда-то, конечно. Занимался расследовательской журналистикой и вынужден был, в результате он был арестован, был вынужден уехать, выезжал в Перу. Жил в Перу, в изгнании. Потом вернулся, и все равно на несколько месяцев был посажен в тюрьму. Но вся его критика была в адрес президента Корея, который в 2017 году закончил свой второй президентский срок. Вот в чем отличие от России. У Путина никогда не закончится президентский срок. А у Корея второй президентский срок закончился, он ушел от власти, и поэтому в 2018-м с вот этого самого Фернандо Виловиценсио, покойного кандидата, все обвинения были сняты. А вот вчера он был убит. Причем все это было очень публично, то есть человек просто на улице, несмотря на охрану, стал стрелять, убил. Этого человека тоже убили, который собственно убийцу тоже убили, то есть все в стиле еще и там истории с Кеннеди. И я когда все это стал смотреть, я подумал знаете, а кого я подозреваю? Я подозреваю Россию. А я всегда теперь подозреваю Россию. Если в какой-то стране третьего мира совершается военный переворот непонятный, убивают кандидата в президенты, который боролся против наркомафии и против незаконной добычи нефти, там вот этого всего. А уж не Россия, Иль. У России сейчас у меня такое ощущение сложилось, знаете, презумпция виновности. Если кто виновен, так это Россия, и надо доказать обратное. Надо доказать, что это не так. Вот. Ну и очень интересные там, ну сейчас извините за слово интересные, был бы этот человек мне там как-то близок, если бы я же до его смерти о нем ничего не знал. Я все прочитался за сегодняшний день. Поэтому я могу употреблять слово интересные, интригующие по поводу его смерти. Интересные, интригующие последствия возникают в смерти этого кандидата. Кандидат на самом деле шел четвертым в списке кандидатов. То есть там всего восемь кандидатов в президенты. Вот рейтинг этого Фернандо Виловесенсио был 9%. Даже, по-моему, ближе к смерти, то есть вот сейчас в последнем вопросе 7 с чем-то. 7 процентов. А у лидера, у Луизы Гонсалес, 26 процентов. Ну то есть, зачем убивать Фернандо Виловесенсио с его семью процентами, когда у Луизы Гонсалес 26? В чем логика? Он же все равно не догонит Луизу Гонсалес. Ну понятно, зачем убивать с первого или второго кандидата? Ну зачем убивать четвертого? И вот тут начинается чисто политтехнологическая заморочка. Ох, я люблю эти цифры копаться. Может, вы так не любите цифры, как я? Блин, как всегда, слушайте, забыл вас попросить. Вы же знаете, да? Мне же нужно 250 тысяч подписчиков, а я снова про цифры. Вот просто, как всегда, облакошился и забыл. Скромность меня когда-нибудь погубит. Вот эта скромность. Не могу просить. Не могу просить. А ведь я вас попросил, у меня через 9, уже всего лишь через 9 дней, будет через 9 дней будет юбилей моего канала, канала Шательман. И как вы знаете, я попросил вас оказать мне высокое доверие и подписаться на канал Шательман, чтобы к к этой славной дате, к годовщине канала у меня было 250 тысяч подписчиков, то есть четверть золотой кнопки. И вы оказали мне уже большое доверие. Уже 235, сейчас 236 набирается тысяча, но осталось 14 тысяч и 9 дней. Помогите. Сейчас это вдруг неожиданно становится реальностью. Помните, когда я вас просил об этом, это было все нереально, а сейчас стало реальностью. Теперь я спокойно. Вы все подписались на канал Шательман. Если смотрели по другому каналу, перешли по ссылке и подписались. Теперь вы ни за что не пропустите ни наши стримы по воскресеньям в 19.00, ни наш юбилейный стрим, который будет в субботу, 19.00. Спасибо вам большое. А я посвящу вас некоторые такие легкие тайны политтехнологий. Так вот, убийство кандидатов президента Эквадора. Оказалось, что в Эквадоре очень странная система голосования, не голосования, а подсчета голосов. Вы знаете, обычно выборы президента в два тура, если много кандидатов. Вот, например, в Украине Зеленский же во втором туре стал президентом. В первом он набрал 30 с чем-то процентов, Порошенко набрал 16 или 17, а уже во втором туре только Зеленский набрал 73, Порошенко все остальное. Вот. То есть надо было в первом туре, чтобы победить в первом туре, надо набрать 50 с лишним процентов. Ну, 50 процентов плюс один голос. Так, например, побеждал Порошенко в свое время, в 14-м году на выборах. Оказалось, значит, очень интересная система в Эквадоре. Нужно либо в первом туре набрать 50 процентов, все стандартно, либо можно не набирать 50 процентов, а иметь отрыв в 10 процентов от второго места. То есть, вот смотрите, сейчас, по составе на сегодня, это Луиза Гонсалес, которая лидер, у нее 26 процентов рейтинг, а на втором месте от Соненхольцер 12 процентов, то есть разрыв между ними 14, 26, 12, и дальше еще все остальные идут, 12, 10, 9, 6 и так далее. И получается у нее отрыв в 10 процентов, и она таким образом, даже набрав 26 процентов после первого тура, становится президентом. Это очень странная система, первый раз я такой слышу, потому что получается, что как, у тебя поддержало всего 26 процентов населения, может, все остальные были против, все, может быть, остальные были против, но они рассеялись между разными кандидатами. И тогда чисто политтехнологически выгодно размывать оставшиеся голоса, если у тебя есть человек с 25 процентами, остальных размой, добавь туда еще 20 кандидатов, как в Украине сделай 44, и сможет победить человек, не имеющий большинства поддержки. И я думаю, что если это россияне, если это россияне убили Фернандо Вилангесенцию, то именно в этом их задача была. Создать второго кандидата, который, ну эти голоса Вилангесенцию, они кому-то отойдут, я не знаю, кому, надо смотреть. Создать некого кандидата, который либо сможет оторваться на 10 процентов, либо наоборот, гарантирует то, что кто-то догонит Луизу Гонсалес, понимаете? Хотя сейчас уже обвиняют Луизу Гонсалес, который на первом месте, я сам смотрел, почему? Потому что Луизу Гонсалес, она работала с вот тем самым позапрошлым президентом, который преследовал Фернандо Вилангесенцию. То есть огромная интрига, чем угодно может закончиться. Но нас интересует, конечно же, есть ли во всем этом российский след. И вот я не удивлюсь, если он там есть. Потому что в это время сейчас россияне стали настолько активны в Африке, пытаются захватывать страны, которые, как говорится, плохо лежат. Плохо лежит страна, сейчас мы приедем и захватим немедленно. У вас выборы, мы уже летим к вам. У вас демократический избранный президент, мы бежим вместе с Вагнером уже свергать эту власть, демократическую избранную власть, как они это сделали в Ниджере. В Ниджере, однако, ситуация разворачивается. Весь этот переворот пророссийский, он еще до конца-то не закончен. Хотя там какое-то назначение временное правительство, что-то такое, вот эти бунтовщики или как их называют, хунта, хунта. Но Западно-Африканский союз объявил, что собираются вообще-то вторгаться в Ниджер. Они сейчас совещаются, заседают в Нигерии, не путать с Ниджером, в Нигерии заседание на тему вторгаться-не вторгаться, хунта боится, что вторгнуться, а на стороне хунты, соответственно, еще соседние страны, Кен-Афасой-Мали. И вот это вопрос. Если Западно-Африканский союз реально приедет и защитит демократию в Ниджере, вот представимся, что все это произойдет. Мы не знаем, но все таки. Если западно-африканские силы, военные, приедут, свергнут эту хунту, возьмут президента, скажут, сиди, ты демократический избранный, ты снова президент. Кстати, президента страшно мучают. Его кормят только с этим, сейчас скажу, сухим рисом. Я не знаю, что такое сухой рис, но на CNN сообщение посылает смс-очки, он жалуется, что ему отключили электричество дома и кормит только сухим рисом. Это очень плохо. Действующего президента имеется в виду свергнутого. Так вот, если Западно-Африканский Союз сможет это осуществить, восстановить демократию, защитить ее, то в этот момент знаете, кто будет лохом? Да? НАТО, Евросоюз. НАТО и Евросоюз не смогли. То есть, например, Светлана Тихановская побеждает на выборах в Европе, в Беларуси, побеждает, выигрывает выборы. Все это понимают, большинство голосов подавляющее. Но какой-то Лукашенко с автоматом в бронежилете на каком-то вертолете захватывает власть, Евросоюз молчит, НАТО молчит, никто не приехал. Вот если им там в Африке, этим ребятам, удастся восстановить демократию, защитить ее военным путем, то кто по сравнению с ними будут европейцы, кто по сравнению с ними будут американцы? Выяснится, что Африка новый очаг демократии, способная защитить сама себя от российской военной агрессии, между прочим, и от российской вот этой, как ее называют, не кибервойны, а квази-войны, или как вы это назовете, гибридной войны, гибридной агрессии. Ничего себе! Очень сейчас я переживаю за Западно-Африканский союз. Если бы у них получилось, было бы вот, вот смотрите, мы бы после этого посылали бы на стажировку НАТО, там всех этих американских политиков, Белый дом, Еврокомиссию, на стажировку, пожалуйста, в Нигерию, вот туда, в Камерун, на стажировку, обучаться, как защищать демократию. А то, ишь, учат они Африку демократии, а сами-то никого защитить не могут. Африканцы, по крайней мере, сейчас пытаются. Я не знаю, получится. Но, по крайней мере, они об этом говорят, в Евросоюзе даже не говорили. В Евросоюзе как раз сказали, мы сейчас совершим военную интервенцию в Беларусь, защитим свободный выбор народа Беларуси. Нет, не было такого. А в Африке, пожалуйста, а вот как. Продолжая поход по разным странам, так сказать, еще быстренько коснемся краем уха, коснемся Косово. Как вы знаете, это такая оккупированная территория на юге Сербии. Выступил с таким заявлением, что если Украина признает независимость Косово, то Украина потеряет все. И сейчас многие комментируют так в Украине, что кто он такой вообще, это пророссийский президент Косово, выучить. Он же пророссийский, кто он такой, нам указывать. Но тут я вынужден, вы знаете, он может быть тысячу раз пророссийский, но он прав. Откуда взялось это Косово? Значит, НАТО захватило южную часть Югославии. Оккупировала. Оккупирован территория. Возможно, НАТО было право. В каком смысле? Там говорят, что был геноцид. Может ли такое быть, что там был геноцид? Может быть. Не отрицаю. Не знаю. Не проверял. Нет возможности проверить. Предположим, что он там был. Тогда действительно, по конвенции 48-го года, о которой я вчера, во вчерашнем выпуске Штриман за сегодня, я подробно про эту конвенцию все рассказал, действительно страны НАТО выполнили свой долг. Кстати, понятно, почему они сейчас не выполнили. Почему их до сих пор мы не видим в Мариуполе, да, страны НАТО? Предположим, они приехали в Косово защитить албанцев от геноцида. Предположим. Но какого черта при оккупации НАТО там появилось независимое государство? Это что за географические новости? Это нарушение всем международным законодательствам. Если мы сейчас согласимся, что Косово независимое, то мы потом не сможем доказать, что ДНР это не независимая республика. Потому что у Косово и ДНР одинаковые судьбы, да. ДНР была оккупирована россиянами и провозглашена независимой, а Косово была оккупирована странами НАТО и Косово независимой. Поэтому да, мы не имеем права признавать независимость Косово. Это ужасно. Вот такая позиция. Кстати, Косово помогает Украине, предоставляет вооружение. Ну и что? А независимость признавать нельзя. Иначе мы точно уже создадим прецедент и после этого Украина никогда не объяснит, что Крым это Украина. Никогда. Никаких не будет шансов. По Косово проехали, сейчас перенесемся в Казахстан, но история будет вообще не про Казахстан. История будет про Яндекс. Но начну я как бы ее с Казахстана. В Казахстане запретили Яндекс. Яндекс, кто уже не помнит, был такой в России поисковик. Когда-то им пользовались и в Украине, но, к счастью, при Порошенко это было тотально запрещено. Заблокированы были Яндекс, ВКонтакте и Одноклассники. Сколько тогда было возмущений, я помню. Как вы можете? Да что это такое? Беспредел власти запрещать Яндекс, ВКонтакте А сегодня-то мы понимаем, насколько это было правильно. Потому что если бы не запретили, сейчас бы все люди сидели в этих соцсетях до самой войны. Про каждого были бы данные у ФСБ Российской Федерации, про каждого. И нам было бы негде общаться, потому что они бы там все отключили, но данные бы все собрали. Так что все правильно делалось тогда. Так вот, Казахстан задумался тоже об этом, потому что тоже собирается, видимо, воевать с Россией. И отключил домен, отключил этот самый Яндекс в Казахстане. Почему? Потому что Яндекс, ему было указано, что он может работать в Казахстане, если все данные будут храниться на серверах в Казахстане. Но Яндекс продолжал храниться на серверах в России, а эта информация вся передается в ФСБ. Причем ФСБ об этом уже даже открыто заявил. То есть данные про всех казахов. Что интересно, в Израиле Яндекс продолжает работать. Разные сервисы Яндекса. То есть все израильтяне просто упакованы в ФСБ в прямом смысле. Вы в Израиле садитесь в такси, ФСБ об этом знает. Вы в Израиле заказали пиццу, ФСБ знает, куда вы заказали, чем оплатили, такой картой, куда вам это привезли, где вы проживаете, все про вас знают. Я думаю, что, кстати, что российские оппозиционеры, сбежавшие в Израиль, догадались уже отключить полностью Яндекс. Потому что, например, Моссад и Шабак, служба безопасности внутренняя, запретили своим работникам и своим офицерам Моссада и Шабак пользоваться Яндексом на территории Израиля. Это в Израиле все происходит. Но правительство Израиля почему-то пока не запретило Яндекс. Казахи более прозорливы и больше понимают, чем Израиль, в том, что такое твои данные окажутся в ФСБ. Но сегодня, не только в связи с запретом, вспомнил я про Яндекс. Я ведь и вчера его вспомнил. Вчера, когда была история про Аркадий Воложа, основателя Яндекса, который стер упоминание о том, что он россиянин, из своей биографии, а также пытался, ну, силами своих работников, видимо, стереть это и из Википедии, то, что он вообще россиянин. Оставив то, что он уроженец Казахстана, а ныне проживающий в Израиле. После чего на него обрушилась, мягко говоря, волна хейта, даже не критики, а хейта. Вчера я выступал на канале Грэм, меня как раз спросили вот это все про Воложа, и черт меня как бы дернул, и я все-таки не стал присоединяться к общему хейту. Я молодец, я молодец. Не стал присоединяться к хейту. Я сказал, что про ненависть к Яндексу я обязательно сейчас с вами раздую ненависть к Яндексу, а к Воложу не буду. Потому что мне кажется, что он не... Ну, Яндекс это контора ФСБ, это часть ФСБ. Это ФСБшная контора чисто. Но сам Волож, основатель Яндекса, по-моему, не ФСБшная сволочь вовсе, а просто заблудшая овца, который стремился развивать технологии и думал, что есть где-то граница компромиссов. Он пример того, что такое идти на компромиссы с властями, а не пример того, что такое работать на ФСБ. Он шел на компромиссы с властями, сказал я. Я ошибался, сказал я. А хотел-то, наверное, другого, сказал я. И вот сегодня Аркадий Волож, основатель Яндекса, опубликовал от себя лично текст. Где-то в издании Дебелл он это опубликовал. Зачитываю значительные куски. За последний год мне задавали много вопросов. Да, Волож под санкциями, чтобы вы понимали везде. За вот это, за сотрудничество с ФСБ. За последний год мне задавали много вопросов, и особенно много их появилось на этой неделе. Мне бы хотелось прояснить свою позицию. Моя позиция о войне в Украине. Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы. Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны. Когда мы создавали Яндекс, мы думали не только о технологиях и бизнесе. Мы верили, что строим новую Россию. Открытую, прогрессивную, интегрированную глобальную экономику. Известную в мире не только своими сырьевыми. Яндекс, как технологическая компания, состоялась благодаря талантливым бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Не мы одни верили в возможность строительства новой России. Тут он снова прав. Мы верили тогда людям, что Россия будет какая-то другая. В 90-е годы верили. В начале 2000-х верили. Российские предприниматели, ученые и так далее в 90-е годы все-таки решили остаться и помочь построить страну, о которой мечтали. Такая возможность выпадает раз жизни. В России приезжали иностранцы, международные компании, бизнесмены, предприниматели. Все чистая правда. Что Россия не спешит становиться частью глобального мира. При этом давление на компанию росло. Мы не сдавали, сделали все возможное. Вот здесь мой комментарий. Начинается компромисс. Несмотря на внешние условия. Всегда ли удавалось найти правильный баланс? То есть компромисс. Сейчас, оглядываясь назад, понятно, что что-то можно было бы сделать иначе. То есть, короче, сами понимаете, не получилось. Ну, дальше он описывает, чем он занимался последние полтора года. После начала войны сосредоточился на поддержке талантливых российских инженеров, которые решили покинуть страну и начать новую жизнь. Было многим... И вот дальше. Было много причин, по которым я приходилось молчать. Завершает свою речь Воложа. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны. Ну что ж, хорошо, что я не стал хейтить Воложа, могу сказать я осторожно. Да, действительно, он прав в том, что это не своевременно через полтора года вдруг сказать, что ты оказываешься против войны. Но против сути заявления мне возразить абсолютно нечего. По-моему, абсолютно точно описана история взаимоотношений многих людей с Россией. Многих. В том числе моих друзей, которые тоже поверили, что Россия будет другой. Поехали из Израиля, многие мои друзья, поехали жить в Москву работать. В конце 90-х, в начале 2000-х многие мои израильские друзья поехали. Сейчас они все уже обратно в Израиле, конечно. Но сделали, к сожалению, ну они же не виноваты, естественно, внесли свой вклад в строительство вот этой агрессивной фашистской России. Они не знали об этом. Они занимались каким-то маркетингом, технологиями, не знаю чем там еще, финансами. Не оружие создавали. Вот и Волош так же в результате построил дивный новый мир. Ну хотя бы лучше поздно, чем никогда. По-моему, такую поговорку надо вот у Мишустина изъять из реестра как это традиционных поговорок русского народа и упомянуть здесь. Ну осталось буквально парочка новостей и заканчиваем. Значит, надеюсь, что вы уже все подписались, поэтому пока ставьте лайки, пока я закончу парой их новостей. Достаточно, кстати, важных. Одна из них даже масштабная. В России продолжается обвал рубля уже 106-107 рублей. за евро 96-97 рублей за доллар дают. Кстати, интересно, нашел одного экономиста, который месяц назад все это предсказал. Ну, бывшего россиянина. Это не важно сейчас, ладно. Итак, обрушивается рубль, растет доллар, растет евро. Всемирный банк, по-моему, Всемирный банк или какая-то другая организация, назвал рубль одной из трех худших валют этого года. не помню, с кем мы вместе. С каким-то песом, только не помню, какой страны песа. Мало ли, мы в Бразилии песом. Значит, рушится, 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 это хорошо. Вот говорили, санкции не работают. Вот. Санкции работают, но медленно. Полтора года заняло. Вот. У них почему такое происходит? Потому что в бюджете не хватает рублей. Реально не хватает. Нет денег, нечем кормить людей. Поэтому они сделали такой курс, чтобы затраты сократить долларовые. Ручка-то долларовая упала у них, продавать-то они могут теперь задешево, только свой газ, и то не весь. И нефтепродажи упали, тоже задешево. Но Путин не сдается, зараза. Это бледная моля, так сказать, не сдается, пока ее не привезли на саммит в Дубай и не отправили в Гаагу. Путин, ладно, про бледную молю я пошутился, Путин разрешил исполнять валютные госгарантии в рублях. Что это означает? Значит, Владимир Путин своим указом разрешил исполнять валютные государственные гарантии в рублях. Это будет возможно как по желанию офицера, так и без него, если возможность исполнения госгарантий в валюте отсутствует. То есть, государство России все 33 года своей тысячелетней истории раздавало государственные гарантии банкам, иностранным компаниям, частным лицам и так далее. А сейчас, вместо того, чтобы выполнять эти государственные гарантии, они говорят, да, мы отдадим, но в рублях. То есть, там, где они должны 100 миллионов долларов, они дадут сколько-нибудь нарезанных цветных красивых бумажек. Это, знаете, как вместо Манхэттена отдать бусы. Только не за Манхэттен бусы. Вам обещали Манхэттен, вы знаете, Манхэттена нет, но есть бусы из цветных этих самых стеклышек. Хотите? Вот то же самое. российский рубль это нарезанная цветная бумага. Понимаете? Вот. И вот эту нарезанную цветную бумагу теперь государство России будет пытаться расплачиваться ей вместо настоящих денег. Сказать можно только одно по этому поводу, что это дефолт, просто почему-то никто не назвал словом дефолт. Но если мы ждали дефолта России, то вот. Ну и последнее, все точно последнее на сегодня. вы смотрели Шетельман за сегодня на 10 август, а я заканчиваю кратким рассказом про одного человека, про Сергея Андреевича Терентьева. Ну все вы знаете Сергея Андреевича Терентьева наверняка. Терентьев, конечно, просто звезда мировой величины. Сергей Андреевич вошел в список 50 самых высокооплачиваемых менеджеров, топ-менеджеров мира. Сергей Андреевич Терентьев значит со своей зарплатой у него зарплата в месяц чуть больше там 3 миллионов долларов. Вот. 3 миллиона долларов в месяц. Значит он обогнал кого Сергей Терентьев? Он обогнал Сатию Наделлу, например, генерального директора Microsoft, у которого зарплата 44 миллиона долларов в год, а у Терентьева больше. Он обогнал директора Warner Bros. Знаете, такой Warner Bros. фильм, вы смотрите наверняка. Вот Warner Bros. их снимает. И его директор Дэвид Заслов 37 миллионов долларов заработал. Он обогнал директора eBay, директора Visa, например, да, который всего лишь 26 вообще нищеброд по сравнению с Терентьевым. А вот Сергей Андреевич Терентьев просто восходящая звезда мирового менеджмента. Есть только один нюанс. Сергей Андреевич Терентьев это Игорь Сечин. Просто как выяснилось, значит, в России есть реестр налогоплательщиков, где Игорь Сечин, близкий друг Путина, знаменитый учитель португальского языка, который работает директором компании Роснефть, который он украл у Ходорковского. И вот он получает зарплату около 3 с чем-то 4 миллиона долларов в месяц. В месяц. Но чтобы об этом никто не узнал в России, его записали в реестре налогоплательщиков под именем Сергей Андреевич Терентьев. Так, Сергей Андреевич Терентьев, да, ну, потому что, как кажется, мы же врём россиянам, решило правительство России, так, как кажется, насколько уже врать. Пусть будет не Сечин, а Сергей Андреевич Терентьев. И вот Сергей Андреевич стал, таким образом, звездой мирового менеджмента. Ну, кстати, смотрите, может, Microsoft его позовёт, но если человек смог вот такое, смог отжать у Ходорковского ЮКОС, то Microsoft его возьмёт и сможет отжать, не знаю, у Сергея Брина Google. А скажет Брину, мы тебя посадим на 10 лет, будешь сидеть, понятно, сука? Отдавай сюда Google. Вот так вот, я думаю, будет Сергей Андреевич Терентьев управлять компанией Microsoft. Всё, прощаюсь с вами, хорошего настроения, держимся, на слухе не ведёмся, пока. Продолжение следует... Продолжение следует...